Всем привет, друзья! Это Лайфхак Чек, шоу, в котором мы с вами проверяем кулинарные хитрости, найденные мной на просторах сети. В сегодняшнем выпуске мы узнаем, можно ли приготовить, внимание, яйцо пашот в микроволновой печи, а также проверим один интересный способ почистить картофель всего лишь за пару движений. С вами Оля Белькович, и мы начинаем. Будет интересно, поехали! И начнем мы с моего любимого яйца пашот. Посмотрим видео. Так, кипяток, далее немного уксуса, щепотка соли и яйцо. Накрываем все тарелкой и на минуту в микроволновку. Звучит как плам. Попробуем. У нас уже скипел чайник, я налила водичку в кружку. Сюда же я добавляю немного уксуса, примерно столовой ложечкой, щепоточку соли. Знаете, зачем уксус с солью добавляется при приготовлении пашот? Чтобы стабилизировать белок, чтобы он туда вот не ушел, не отсекся, так сказать, сильно. И яйцо. Яйцо лучше сначала разбить в маленькую мисочку. Это я уже дорабатываю лайфхак, понимаете? Разбиваем. Главное, чтобы желток не растекся, вот он был целостным. И вот так аккуратненько вливаем все в чашку. Накрываем все тарелочкой, вот так. И на минутку отправляем в СВЧ. Делайте ваши ставки, господа. Я почему-то верю в успех. А вы, интересно, верите в успех? Оп. Аккуратно. Оп. Угу. И вот оно, наше яичко. Аккуратно его вылавливаем. Берем какой-нибудь тостик. Обычно на тост выкладывается лицо пашот. Главное не проколоть раньше времени желток, поэтому все делайте очень аккуратненько. Прям берете ложечкой. Я пока не вижу, в каком состоянии желток находится. Главное, чтобы он не переварился. Это самое главное у яйца пашот. То есть он должен оставаться таким вот жидким и всмятку как будто бы. Так, ну вроде как. Момент Х. Мы сейчас все это разрежем. Сразу видно, что непрофессионал готовил яйцо пашот. Вот. Но тем не менее, вроде как, желток нормально приготовился. Проверим. Разрежем. Яйцо перешло, точнее, желток перешел. Видите, он уже как бы течет, но начал схватываться по бокам. То есть как бы недостаточно корректно приготовилось яйцо пашот. Я бы такой лайфхак, честно говоря, взяла бы на всякий случай. Ну, если мало ли времени нету там или хотите стопроцентный результат, либо уменьшить количество времени. Не минуту, а хотя бы там типа 45 секунд. Тогда, возможно, он бы не перешел. Такой лайфхак. Не знаю, вам судить нравится или не нравится. Пишите в комментариях. Смотрите, какой лайфхак по чистке картофеля я нашла. Смотрим видео. Мне, чем этот лайфхак нравится, вот у вас семья. Кто-то любит просто картошечку сваренную в мундире. Кому-то подавай пюрешку вообще. И с помощью этого лайфхака мы быстро сможем сообразить и то, и другое. Итак, я уже сварила картошку. Вот она у меня такая горячая еще. Берем ножик и делаем вот такой круговой надрез. Ну, надрез прям, это значит совсем чуть-чуть. Аккуратно. Она даже немножко, видите, уже даже у меня треснула во время варки. Ну, это не страшно. Она горячая, с плиты, поэтому аккуратнее. Все. Разрез сделали. И опускаем в холодную воду. Тут прям должна быть максимальная экстремальная температура холодная. Перепад, так сказать, температур. Ждем буквально парочку минут. Проверяем. Вынимаем нашу красавицу. И теперь смотрим. Вообще, по видео надо было вот так вот аккуратненько спускать легкими движениями рук, спускать вот эту вот кожуру вниз, как будто оголяя картошечку. Одну половинку. Смотрите-ка, смотрите-ка, все отделяется. А люди-то не врут. Люди-то не врут. И вторую также. Таким же образом, аккуратненько. Раз. Ну, там прямо она стаскивалась в одно движение. Ну, я думаю, что вот так вот пару раз поработать ручками не помешает. И вот у вас сваренная, очищенная картошечка. По мне, это отличный лайфхак. Я его забираю себе в копилочку. После дачного сезона у нас все полки забиты баночками с вареньем. Это суперпродукт, который незаслуженно пылиться в кладовке. Поэтому я сейчас поделюсь с вами лайфхаком, который поможет получить из варенья пастилу. Делать ее очень просто. Здесь у меня запеченное яблоко. Я его запекала на температуре 200 градусов всего лишь 10 минут в духовке. Далее. Варенье. Ну, варенье, конечно же, я его варила сама. Потому что я прям королева варенья, знаете ли. Вот как раз это у меня, как это называется? Малиновое. Господи, все смешалось было. Малиновое варенье, любимое варенье моего сына. А я люблю черничное. Наша задача. Проста, да нельзя. Надо смешать в кутере запеченное яблоко и любимое ваше варенье. Либо то, которое нужно уже, так сказать, переработать. Отправляем это сюда. Отправляем сюда варенье. Как оно вкусно пахнет. Так. Закрываем. И пробиваем. Все. Теперь, что мы делаем дальше? Нужно предварительно разогреть духовку до 90 градусов. Это первое, что вы должны сделать. Дальше берете пергаментную бумагу. Берем кусочек сливочного маслица. И вот так вот прям пергамент смазываем. Не удивляйтесь, почему я это делаю. Казалось бы, пергамент уже априори не должно прилипать. Но я вас уверяю, лучше здесь перестраховаться. Потому что если ваша пастила прилипнет, и вы не сможете из нее сделать то, что я хочу сделать. То есть не будет красивого эффекта, когда вы ее будете отдирать от пергамента. Поэтому лучше перестраховаться и кусочек сливочного масла все-таки все смазать хорошенько. Итак, все. Смазали все маслицем. Теперь берем кутер. Открываем и наливаем прямо сюда, в середину льем. Так, налили все в середину. Дальше берете какую-нибудь такую лопатку, типа шпателя, и аккуратно разравниваете все. Толщина пастилы будущей должна быть около 2 мм, не больше. Иначе она у нас не просушится как надо. Потому что мы ее сейчас будем не выпекать, а подсушивать. Вот так, когда все размазали, видите, что у меня вроде все равномерно. Около 2 мм. Все ровненько. Теперь ее нужно отправить в духовку. У нас уже включена духовка на температуру 90 градусов. Мы отправляем туда пастилу. И, внимание, с приоткрытой дверцей она там проводит около 2 часов. Дальше еще на 2 часа оставляем пастилу отдыхать в духовке, но уже с выключенной температурой. Поэтому, ну вот, рассчитывайте примерно на 4 часа. В итоге, когда все у вас подсушится и пастила будет готова, потом должен получиться примерно у вас вот такой продукт. Эту пастилу, которую я уже делала до этого. Смотрите, я ее подкрутила. Как бы этот листик, да, мы его режем на такие вот полосочки широкие. И вот эти широкие полоски очень легко вот так вот скручиваются. В итоге у вас получается вот такая вот палочка крученая. С ароматным домашним вкусным десертом. В сезон осенне-зимних вирусов и насморка многие традиционно используют малиновое варенье при простуде. И дети его обожают. А если при простуде донимает насморк, то тогда актуален детский спрей на Зивинс Сенситив. Он не содержит консервантов и помогает облегчать дыхание при заложенном носе. Пока мама занимается своими кулинарными экспериментами. Главное – забота о здоровье детей. И пусть вкусные десерты будут только началом хорошего дня. Пожалуй, на сегодня все. Не забывайте делиться этим видео в соцсетях. Пишите в комментариях, как вам сегодняшние лайфхаки. Взяли какое-нибудь на вооружение? Подписывайтесь на соцсети СТС, если любите картошечку. С вами была Оля Белькович. До скорого. Пока. В сезон осенне-зимних насморков... Блин, да подождите вы, осенне-зимних насморков. Что за осенне-зимние насморки? Летние тоже бывают. Если при простуде принимать насморк... Да что? Что?